Продолжаем. Обсуждали Псалом 2, 1-2 стих. Говорится о том, что цари земные соберутся против Господа и на Христа Его. Здесь речь идет о царях, языческих, но когда Петр проводит эту параллель, то понятно, что Синедрион и священники, они не были царями. Но эти лидеры иудейские, они собрались против Христа. И в этом, как бы, сходство вот этих вот лидеров иудейских и этого пророчества, о том, что лидеры против Христа были. Есть различные, как бы, модели, интерпретации пророчеств. Может быть, у вас есть это даже в записи, потому что давал учения. Ну, если что, покупайте на DVD. Здесь конкретно идет применение пророчества касательно вот именно схожести ситуации. Это не буквально интерпретация пророчества. Но здесь интерпретация пророчества о том, что эти лидеры делали похожее, как говорится, о пророчестве. То есть, и тут говорится о том, что в определенное время придут язычники и народы земные в долину Мегидо, чтобы противостоять против Христа. Но в это конкретное время эти лидеры духовные Израиля, они пришли, тоже ополчились против Христа. В 27-28 стих. Петер говорит, Петр говорит о том, что это случилось вот в этом городе. Говорится, что ибо поистине собрались в городе святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. В отношении к смерти Иисуса по отношению к смерти Иисуса это была ответственность людей. И это видно из того, что здесь сказано. То есть Понтий Пилат как правитель Израиля, то есть Ирод как правитель Израиля и Понтий Пилат как прокуратор с гоями, то есть язычниками и народом израильским. То есть вина пошла от лидерства и на весь народ. То есть это ответственность людей. Но также есть ответственность божественная. Ответственность божественная описана в 28-м стихе. Написано, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть это было частью вечного Божьего плана. То есть, конечно же, здесь есть и божественная ответственность. То есть можно сказать, что Бог больше всего ответственен за эту ситуацию, потому что Он послал Своего Сына, зная, что произойдет. В течение столетий разные люди пытались обвинять одну сторону или другую. Римлян, там, израильский народ или Понтия Пилата. Но в какой-то степени это была абсолютная ответственность Божья тоже. И последнее это то, о чем в чем заключается молитвенная просьба. И эта молитвенная просьба включает три вещи. В 29-й стихе говорится, «Возри на угрозы их». чтобы можно было противостоять этим угрозам. Во-вторых, молились о смелости, чтобы противостоять этим угрозам. Третьих, чтобы послание было сопровождаемо чудесами и знамениями, как свидетельство силы. И конкретно просили в этой третьей молитвенной просьбе о том, чтобы были явлены исцеления. Но исцеление не было как бы самим по себе. То, что сейчас мы видим в наши дни. Цель исцеления была открыть дорогу для того, чтобы проповедовать Евангелие. Мне, к сожалению, сейчас есть такие встречи, исцеления и молитвы исцеления, на которых даже не провозглашается Евангелие. То есть, речь идет только о исцелении. Но никаких слов о том, что это всего лишь свидетельство, которое должно сопровождаться отвращением от злых дел. А желание апостолов было, чтобы Евангелие было сопровождаемо вот как раз исцелениями и другими чудесами. Я верю, что нам сейчас это очень нужно. И в 4 главе 31 стихе видим ответ на эту молитву. Когда еще они молились, Бог дал им знамение. Место то поколебалось, они исполнились Святого Духа. это было свидетельством того, что Бог, именно тот Бог ответил, к которому они обратились. так мало этого сегодня. Я бы хотел, чтобы во время наших молитвенных собраний Бог колебал те места, где мы молимся. Знаете, в чем проблема? Мы больше не ожидаем, что Бог так будет действовать. Мы удовлетворены тем, как вещи происходят. У нас больше нет ожидания и такого сильного желания увидеть, что Бог будет делать. Нужно вернуться к этому. Есть три вещи, которые произошли. первое, что были исполнены Святым Духом, показывая, что исполнение Святым Духом это то, что должно постоянно присутствовать в нашей жизни. Часто говорится одноразовое явление, что чаще всего даже не упоминается о таком исполнении. Нам стоит вступать под власть, под контроль Святого Духа, под Его водительством. Мы часто боимся того, что скажут или подумают люди. Если так будет в нашем разуме, то мы не сможем быть в том месте, в котором Бог хочет, чтобы мы были. Во-вторых, говорили слово с дерзновением. Кто из нас сейчас говорит слово Божье с дерзновением? Очень часто мы переживаем по поводу того, как мы говорим с людьми. Мы пытаемся подбирать слова и пытаемся смягчать послание, чтобы люди не убежали и не испугались. Не думаю, что у нас сейчас распространены случаи побивания камнями за проповедь Евангелия. Но со мной однажды случалось. В Италии был. и пошел в одну деревню в горах. Распространял буклеты. Пытался говорить с людьми. И появились 10-12 женщин таких уже возрастей. Они начали бросать меня камнями и палками, чтобы я ушел оттуда. Расскажи историю о Джоне Уэсли. Он ездил это он был одним из служителей пробуждения. Ездил на лошади и провозглашал Евангелие. И очень часто в него бросали разные вещи. Часто помидоры, овощи. Однажды он ехал по деревне. И он вдруг внезапно подумал, что уже две недели меня никто ничего не бросал. Наверное, что-то случилось. Что-то не то, наверное. Он соскочил с коня и стал посреди дороги. Начал молиться и сказал, Боже, прости меня, наверное, что-то сделало не так, потому что никто меня ничего не кидает. И в этот же миг в него попал камень. И когда он молился, просто один фермер услышал молитву, он разозлился по этому поводу и решил в него камень бросить. так история говорит. В-третьих, апостолы получили силу для того, чтобы продолжать проповедовать. подходит. Подходим к концу четвертой главы. Я попытаюсь найти четвертой главы. т.е. Продолжение следует... Конец 4-й, начало 5-й главы. Это хорошо известная история. История об Анане и Сапфире. Даже несмотря на то, что эта история очень известна, давайте более детально рассмотрим ее. Может быть, что-то упустили до этого. Этот раздел может... Может быть разделен на 4 части общения с литых. Хороший пример Варнавы. Плохой пример Анании и Сапфиры. И наблюдение, оказательно, конца. То, что мы можем научиться из этих стихов, это то, что первая церковь, она была церковью общения и взаимоотношений. Они были вместе, в единстве. Они заботились друг о друге. То, что мы упускаем, например, в европейских церквях, то, что я знаю. И то понимание общины, которое мы здесь видим, оно очень сильно упущено в европейских церквях. Я в церкви часто задавал вопрос, кто из вас знает человека, который сидит рядом с вами? И в церкви, в которой 200-300 членов, может быть, несколько рук были подняты в ответ на этот вопрос. Это было очень печально. Потому что люди приходят в церковь, выходят домой, и нет никакого отношения, нет никакого взаимоотношения. Эти люди собирались в разных условиях, то есть в храме, в больших группах, в малых группах, в разные моменты. Но у них имело место общение, и взаимоотношения, и дух такой, заботы. То, что мы видим. Люди продавали то, что у них было, и отдавали это на нужды всего общества. Как часто это сейчас происходит? Не так часто. Может быть, я слишком такую грустную картину рисую, но тем не менее, это большинство случаев. Но тем не менее, я вижу, что вот это вот ощущение, смысл вот этой общины, которая здесь описана, она утрачена. То, что в 32-м стихе написано. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто, как бы, не желал какой-то позиции. В нашем сообществе это очень тяжелая вещь. Я понимаю это. Но я все еще думаю, что это возможно. У меня есть надежда в сердце, что это возможно. Но я верю, что все-таки это можно вернуть. Что мы должны этого хотеть настолько, насколько это возможно. Когда мы приходим на собрание или на какую-то встречу, кто-то подходит к нам и спрашивает, как дела? Чаще всего мы отвечаем, все хорошо. А внутри думаем, действительно ли он хочет знать, как у меня дела? Наверное, нет. Потому что это подразумевает такое взаимодействие, очень тесное. Это подразумевает заботу, может быть, советы. А обычно у нас нет времени на это. Мы все заняты. Ой, я пропустил это. Мы были в Бельгии. Церкви в Бельгии. Мы пробовали вернуть это. Это было так классно. Знаете, что мы делали после собрания? Мы часто ходили куда-то в лес, например. Делали шашлычки. Находили место, чтобы пребывать друг с другом. Делиться, что было на наших сердцах. Почти всем, что было в нашей жизни. Испытаниях, проблемах, сложностях. Молились вместе. Это было прекрасно. Это было действительно чудесно. Мне не хватает этого во многих церквях. И это не происходит. Мы были очень серьезные проблемы в наших церквях. Служение начинается в 11. Проходит 2 часа. Но обычно самый последний уходит где-то в 7-8 вечера. Мы общаемся, пьем кофе, кушаем. Мы открыты и честны друг с другом. И я верю, что так оно примерно было. В деяниях первой общины. Здесь мы видим 4 характеристики общины в Иерусалиме. Первая характеристика говорит о единстве Духа. Первая — это единство Духа. К этому времени количество людей, членов общины в Иерусалиме было довольно великим. 120 помещалось в верхних комнатах. Это когда первая глава Деяния. Потом 3000 спаслось во второй главе. И в четвертой главе читаем о спасении 5000 мужчин, не считая женщин. Уже как минимум 8000. То есть минимум 8000 человек было в общине. Я верю, что число превосходило намного. И несмотря на то, что было очень много людей, Писание говорит, что тем не менее было единство Духа, сердец и разума или мыслей. Ничего нечистого не проникало в церковь. Но это единство не подразумевало, что они там в одинаковую одежду наряжались. Но имеется в виду, что они имели огромное желание в сердцах быть друг с другом. И у них было желание помогать и быть в общении с теми, кто были верующие. Это произвело Дух деления. Ну, что они делились. Ну, все, что у них, все имущество, которое они имели, они всем этим делились. То есть они складывали все в общую копилку и разделяли между собой. Нам кажется, что это невозможно сегодня. Я жил в общине, где это было реальностью. Мы жили в доме, где нас было 15 членов церкви. Но это была часть церкви. Мы, ну, 15-20 человек жило в одном доме. Ну, и была такая копилка, куда все складывались средства. Мы по вечерам общались, молились, делились, помогали друг другу. У нас было общение. И мы делились практически всем, что было. Кто-то мог там одеть мою куртку. Я, например, хотел выйти, а кто-то уже там, ну, на улицу, а кто-то уже вышел в моей куртке. Ну, кому она подходила, конечно. Ну, проблемы не было. Вернется все-таки. Но идея была в том, что мы здесь как одно целое, как единый организм, или одна ячейка. Но, конечно, возможно, мы не могли добиться тех результатов, которые было вот в деяниях описывается, потому что и общество другое. Но в наших сердцах нам стоит иметь это чувство. Нам всем стоит иметь такое чувство. Желание вот этого единства. И таким образом это и произведет единство в наших общинах. Третье. Хорошо. Can you repeat from the beginning like these points? If you say it is the third... Первое — единство Духа. Второе — это Дух деления. То, что у них было направленность на то, чтобы они делились всем друг с другом. И третье — это свидетельство апостолов. Другим означает, что слово произносилось в силе и имело свойство производить чудеса. Читая эти главы, может появиться впечатление, что только апостолы производили эти чудеса. Может быть, в начале это есть правдой. Но когда читаем дальше книгу «Деяния», то видим, что людям нужно было возрастание и учение. И апостолы учили людей, чтобы они так же могли дальше идти и совершать то же самое. Апостолы имели силу из-за двух вещей. Первое — это молитва. Они очень много проводили времени в молитве. Часто нам стоит задавать себе вопрос, сколько времени мы проводим в молитве. Я не имею в виду, что только молитва о каких-то вещах. Нам так же нужно молиться, таким образом, чтобы слышать, что Бог хочет сказать. Окей. И второе — это что они распоряжались средствами или финансами в общине. Они не были богатыми или не стремились к богатству. Но они были ответственными за распределение финансов. И четвертая характеристика общины святых. И это было, что они наслаждались Божьим благоволением. Они были благоволением. Они были благоволением. И это говорит, что они были в благословении и в облаке. Вы можете рассказать о том, что они были в благоволении у Бога. И среди народа. Апостолы же с великой силой свидетельствовали воскресения Господа Иисуса Христа и великая... Нет, это не то. No, it's not. 33. Окей. Yeah. No matter. 47, 2nd chapter. 47, I think. 2nd chapter. 2nd chapter. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. So, there was... People took knowledge of the way they were living, what they were doing, and how it was going on. Люди получали знания о том, как они живут, как происходит эта жизнь и что происходит. И это было благоволением Божьим. Теперь свидетельства Духа Общины. 4th chapter 4, verse 34-35. Дух Общины, он открывается в трех моментах. Okay? Provision of God. God provided for them. And he took care of different issues. And he took care of different issues. The second thing was the means of provision. Means... The way the provision was made. Now, sometimes, when we talk about God providing for us, we sort of think, okay, we ask God, and we stand there and wait for it to fall. Часто происходит так, что мы просим о том, чтобы Бог нам что-то дал, и стоим, и ждем, что Он нам это даст. Okay. Sometimes that may happen. Иногда так происходит. Yeah? But very often God uses someone, a human agent, to help in that provision. Иногда Бог использует человеческих агентов. Okay. In this case, it was the wealthier believers sold their possessions. В этом случае просто богатые люди продавали свои имения и свое имущество. И имущество переносили к ногам апостолов, чтобы те использовали это. In a right way. Правильным. There was a clear recognition of the apostolic authority. And this only comes from God. Okay? You can try all you like to get authority or to get respect. Можно попробовать получить авторитет или власть, или уважение. But it won't work. Но это не сработает. It's God given. It's God given. It's God given. If someone is meant to be a leader or whatever, If someone is meant to be a leader or whatever, God will give that authority. And it will be very clear. And it will be very clear. If somebody tries to exert authority over you, and you don't feel that this is from God, if someone is meant to be a leader or whatever, then you should be very careful. And you should be very careful. Also, that we don't have a rebellious spirit. Нужно также быть осторожными, чтобы не иметь духа противления или бунта. That would also be a problem. But most of my experience is that And this is a strange thing. I can come into a place where I've never been before. And also, правда, бывают такие случаи. Например, я могу прийти в место, в котором еще никогда не был. I'm not trying to boast here or say anything. Я не стараюсь тут хвастаться или еще что-то. But it is just so, that the Lord has given me a portion of authority. Но это правда, что Бог дал мне определенный авторитет. And sometimes when I come into a place or when I come into a place, then I feel that the people understand, that there is a great acceptance of that. Иногда, когда я прихожу в определенные собрания, то я вижу, как люди чувствуют, что Бог мне дал определенную власть или авторитет. Но это не то, что я могу заслужить или сделать или добыть. Это то, что исходит от Бога самого. The apostles had a unique authority and in recognition of this things were given to them. У апостола было уникальное власть и авторитет, и которое было дано Богом для них. Я хочу сейчас более подробно объяснить, чтобы убрать это недопонимание. Греческий термин для этой части Писания подразумевает или дает возможность так перевести. Продавая свои земли и меня. То есть люди, которые имели какие-то имения или имущества, они продавали частями и приносили к ногам апостолов по мере нужды или в зависимости от того, как апостол или община нуждалась в этом. То есть это не означало, что они в один день все продали, принесли к ногам апостолов. То есть иногда это происходило как бы по времени. То есть когда была нужда, то тогда и продавалась какая-то часть имения. Но я верю, что в своих мыслях все равно как бы эти землевладельцы или богатые люди, они и так уже отделили большую часть для того, чтобы просто ее в дальнейшем по частям отдавать апостолам. Okay. Let me give you perhaps a personal example again. I'm always a little worried to do this, but so that people don't begin to think, oh, he's so spiritual or whatever. Now, a long time ago the Lord spoke something to me. And this was personal to me. And this was personal to me. You don't need to do the same. You don't need to do the same. Okay. The Lord spoke to me and he says, you must never ask for money. For money? For money. Okay. Бог сказал, что тебе не должно просить никогда о деньгах. Okay? Now, as you probably realize, I come in many different places to speak and to teach. Я во многие места ездил, чтобы говорить, чтобы проповедовать, учить. And the tradition in many most places is that if someone comes to speak, you give him some money. Ну, по традиции в некоторых местах, если приезжаешь проповедовать, то стоит благословить деньги. And on one side, that's very good. On one side, that's very good. С одной стороны, это хорошо. Yeah? Okay? But the Lord told me very specifically not to do that. Но Бог конкретно мне сказал, чтобы я этого не делал. And the way it worked is this, that if I would come somewhere at the end of the meeting, they would very often come up and sometimes they'd even come up with the whole of the collection, that they'd taken up during the meeting. Как это выглядело? В конце собрания ко мне подходили и с определенным сбором во время собрания, пока я проповедовал. And I would say to them, I cannot take it. И я говорил, что я не могу это взять. Большое удивление. They weren't expecting that. Они не ожидали такого. And in the beginning, that's the way I did it. И в начале я так делал. After a while, the Lord spoke to me, and He says, I want you now to open up a bank account. Спустя какое-то время Бог сказал, чтобы я открыл банковский счет. And He said to me, He said, if people want to give you something, and He said to me, if people want to give you something, then you tell them that there is this bank account, and if they want to, they are free to put some money on that account. But I tell them very clearly, this has to be something, that God puts on your heart. But I said, that it should be something that God puts on your heart. Don't do it just because you thought what I told you today was nice and wonderful. Don't do it just because you thought what I told you today was nice and wonderful. I said, next time I come, it might not be nice and wonderful. Because in the next time I can come, I can come and it will not be nice and wonderful. If God tells me to kick you on the fingers, I will. And then God said to me, He said, that money is not yours. It's mine. And I will tell you how to use it. That's been now about five years, I think. And there is money on that account. The only time it's ever used is if God tells me okay, now you need to do that. You need to give that. You need to buy that. You need to do that. But it's always for someone else. И как бы то, как эти деньги используются, это только тогда, когда Бог говорит что-то сделать для покупки чего-то или для благословения того-то или того-то или служения кого-то. So, in the same way, I believe there was something going on here. И я верю, что вот таким же самым образом это то, то, что происходило вот здесь, то, что описано в пьяниях. Люди продавали имение, земли, и по мере нужде они давали и приносили эти деньги. и по-настоящему. Продолжение следует...